Решение провести совещание по развитию инфраструктуры земельных участков, переданных многодетным семьям по федеральной программе в посёлке Аше, было принято после серии сходов граждан. Много вопросов у собственников земельных участков возникало относительно развития инфраструктуры, ведь без дорог, воды и электричества строить дома невозможно. Власти города выделят из бюджета чуть больше 6 миллионов рублей на возведение гравийной дороги. Появится она к марту, а вот вода в посёлке может быть и раньше. ВИК должен стать муниципальным. Я думаю, что надо всё соединять и МУПу собирать и этот ВИК. Не дожидаясь, пока будет произведена передача, вы выезжайте туда, разбирайтесь там и смотрите, что надо восстанавливать. Но мы должны подать туда воду. Восстанавливать нужно старый водозабор. Сколько средств необходимо для его реконструкции, пока неизвестно. Ещё не проведена проверка. Но мэрия и тут готова помочь с финансированием, чтобы до конца года 24 земельных участка имели водоснабжение. Электричество есть уже на пяти участках, чтобы подвести к линии. Остальные собственники должны подать заявку на техусловия и установить счётчики. Строить в посёлке нужно и газопровод, примерно 3,5 километра. Проект по газификации планируется подготовить к июлю. Я дал поручение начальнику управления по обращениям, чтобы мы в течение следующей недели и ещё там недели сделали такие же встречи по всем земельным участкам, присутствии наших многодетных семей, присутствии наших руководителей, от которых зависит жизнеобеспечение, для того, чтобы чётко по каждому земельному участку расписать сроки и потом обеспечить контроль. Напомню, в октябре многодетным семьям в Сочи были выделены ещё 77 участков. 76 из них находятся в районе посёлка Вардане, один в Кудепсте.